Комплекс мер по противодействию распространения инфекции принимается и в нашей стране. В соответствии с поручением президента, специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению проникновения и распространения коронавируса реализует необходимые задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и восстановлению здоровья заболевших людей. В формате брифингов были представлены данные по текущей обстановке и предпринимаемых ответственными ведомствами мерах в период карантина. По последним данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане количество инфицированных коронавирусом достигло 504. Из них 30 человек полностью выздоровели, а двое стали жертвами вируса. В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся онлайн-брифинг. На интересующие вопросы граждан ответил руководитель информационной службы Генеральной прокуратуры. По его словам, 4 апреля текущего года Генпрокуратурой определены меры по быстрому установлению заболевших пациентов и ограничению их контактирования с другими гражданами. В частности, создан межведомственный штаб, а в регионах специальные рабочие группы по установлению круга лиц, контактировавших с инфицированными пациентами. Ими проводятся соответствующие опросы граждан с коронавирусной инфекцией. Определяется их эпидемиологический маршрут, с кем, когда и где они встречались. Также отмечено целесообразно, чтобы каждый гражданин вел свой дневник встреч. Эти данные в первую очередь послужат предотвращению распространения заболевания, что в конечном итоге спасет жизни людей. А в сообщении руководителя информационной службы Министерства иностранных дел говорилось, для своевременного реагирования на призывы наших граждан за рубежом, в том числе студентов, защиты их прав и интересов в нынешней эпидемиологической ситуации, в посольствах и консульствах за рубежом были созданы оперативные штабы, которые оказывают им соответствующую консульскую и юридическую помощь, а также принимаются необходимые меры для своевременного решения проблем. Списки желающих вернуться на родину сформированы и представлены Министерством иностранных дел Республиканской специальной комиссии, ответственным министерством и ведомством для рассмотрения вопросов, связанных с организацией чартерных рейсов. Еще один брифинг прошел с участием руководителя информационной службы Министерства обороны. Он отметил, столичные и региональные центры работают круглосуточно на контрольно-пропускных пунктах, установленных для регулирования доступа в определенные районы и объекты, находящиеся на карантине. Проводится дезинфекция дорог общего пользования, мест, рынков, магазинов и подземных переходов. На брифинге руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора ответил на вопросы граждан. Чем вызван резкий суточный рост выявляемых заболевших? Социальная сеть кипит от вопросов и предположений. Это вызывает панику, а мы ответ не можем дать, где в каком карантинных учреждениях фиксируют рост. Необходимо ответить один момент, что у нас в республике 61 тысяча лиц находятся в домашних карантинах, 23 в стационарных. Все они были в контакте с больной коронавирусной инфекцией или были привезены из эпидемических неблагополучных стран. Больные выявляются среди тех, кто был в контакте с больными. По словам бизнесом Буцмана до 1 октября текущего года, налоговые органы приостановят исчисление налога на имущество, земельного налога и штрафов за использование водных ресурсов для предприятий, испытывающих временные трудности. Участием в онлайн-брифинге принял и начальник управления акционерного общества Узбекистон Тэмирьё Ларе. По вынужденным обстоятельствам прекращены перевозки пассажиров, но эти ограничения никаким образом не влияют на развитие перевозочного процесса, в частности перевозок грузов в экспортном, импортном, транзитном и местных сообщениях. По территории республики сегодня действует 185 тарифных станций для организации погрузки экспортных грузов, также и выгрузки импортных грузов. Кроме этого, организованы и действует 26 логистических центров. Чтобы получить полную информацию по деятельности компаний и региональных железнодорожных узлов, имеются колл-центры, а также открыт телеграм-канал для прямого обращения. По телеграм-каналу ответ будет предсоставлен в течение одного часа.